Люди в пестрых оранжевых жилетках, заполнившие зал, сотрудники краевого учреждения, которое является эвакуационным пунктом в случае чрезвычайной ситуации. Сегодня они тренируются правильно оказывать помощь жителям Октябрьского района. Но сначала инструктаж. Эвакуируемые прибывают на сборный эвакуационный пункт согласно расчету вывоза эвакуированного населения автомобильным и железнодорожным транспортом. Имея на руках эвакуационные удостоверения, оформленные организациями, жилищными организациями или администрацией района. Основная задача эвакуационного пункта – сбор населения для направления в безопасные места. Помогут здесь и семьям с детьми. Для этого в пункте есть все необходимое – кроватки, подгузники и игрушки. И если человек ранен, он может обратиться в медпункт. С учетом пополняемости, я думаю, мы сможем оказать помощь всем обратившимся, так как запасы должны быть на сборном эвакуационном пункте. Полностью на все количество населения, находящегося в районе. После оказания помощи формируется список жителей и отправка их на автобусах в безопасные районы в соответствии с планом эвакуации города. Технику именно аварийно-спасательных формирований необходимо всегда обработать от заражения радиоактивного или от химического заражения. Поможет в этом дозиметрис на пункте замера. Перед отправкой он тщательно обследует все снаружи и внутри. Особенно от радиации заражаются колеса, так как они притягивают дорожную пыль. Например, этот троллейбус содержит 0,6 мрн в час, что соответствует норме. После замеров технику обрабатывают специальными растворами, которые снижают общий фон радиации. Притом для всех типов транспорта он разный. У армейского норма считается 200 мрн в час. Примерно такой же фон сохраняется в некоторых местах Припяти. Так что обеззараживание строго обязательно. Подобные учения проводятся раз в год. И хочется надеяться, что эти навыки не придется применять в жизни. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.